Продолжаем выпуск. 92-летний житель Шимкента спустя 70 лет решил доказать свое участие в Великой Отечественной войне. Сейчас у Гани Ерегешева статус труженика тыла, однако он уверяет, что на самом деле он ветеран войны. Но в Управлении по делам обороны Шимкента просят доказательств, а те, что есть у пожилого человека, военных не устраивают. Александра Ким продолжит тему. Часть нету. Оттрясался. Здесь нет ничего. 92-летний Гани Ерегешев всегда рад слушателям его истории про войну. Несмотря на преклонный возраст, с легкостью описывает события 70-летней давности. Из его слов следует, что в 41-м году он выпустился из пехотного училища и ушел на фронт. Воевал под Сталинградом. Там же, в 43-м, на поле битвы получил осколочное ранение в челюсть. Смотрел, он все ранен. Со мной лежал один сколок, который товарищ. Он тоже ранен. Я тоже рядом сидел. Оказывается, он умер на этом месте. Я остался жив. Потом я тоже ничего не помню. Мои, наверное, воины билет забрали. Когда там побирает все, сразу забирает. Полгода, по словам Гани Ерегешева, пролежал в госпитале. После чего комиссия признала его непригодным к воинской службе. Он уехал работать в тыл. Трудиться пришлось, не покладая рук, рассказывая 92-летний шимкентец. Думать о статусе было некогда, да и незачем. С 22 года работал. Начали спрашивать, в чем военный билет есть или нет. На склоне лет Гани Ерегешев решил, что пора вернуть себе заслуженный статус ветерана войны. Однако все, что у него есть, это учетная карточка. Вкладыш – военный билет, но без печати. С этим документов его внуки обратились в городское управление по делам обороны. До конца мая подождал, звонка нету, сам позвонил. Я говорю, вы написали куда-нибудь, что-нибудь обращение куда-то или нет? Она говорит, нет, я не написала. В городском управлении по делам обороны говорят, что карточка без печати ничего не значит. Но сразу после обращения внуков, пенсионера, сотрудники отправили анкетный запрос в Центральный военный архив. И надеются, что ответ последует незамедлительно. Когда они уходили на войну, у них был военный билет или красномейская книжка. А вот этот военный билет им заменили в 1963 году, а военного билета у него нет. Там написано отдельное, автономерное, вот, Ален, шофером, да? Нет, это недостаточно, там печати ничего нет. Недавно родственники пенсионера увидели на Аллее Славы на гранитной плите в списке ветерана войны фамилию своего дзеда. Решили обрадовать старика. Однако в городском управлении по делам обороны заверили, что это ошибка. И на плите выгравированы данные однофамильца. Александра Ким, Виталий Захарченко, информбюро «Шимкент».